Во вторник, 3 октября, вице-мэр Бельц Игорь Шеремет объехал несколько улиц, чтобы лично проверить, как муниципальное предприятие Дельсу проводит ремонтные работы. Первой точкой выездной инспекции стала улица Мира, которую реставрируют капитально с августа. Шеремета интересовала не только качество работ, но и сроки их окончания. Вице-мэр считает, что муниципальное предприятие не справляется с объемом, за который взялось. Руководство предприятия, однако, утверждает, что ремонт завершится в установленные сроки. Шеремет сомневается в этом. Вот вы скажите честно, когда этот объект будет сдан в эксплуатацию? До конца ноября будет закончен. Вот этот участок? Да. Ну, 15 ноября по графику, я думаю, что постараемся, чтобы мы не проскочили. А вы 15-го знаете, какая там будет погода? Я знаю, на месяц. На месяц, я тоже знаю, до конца октября. А вы до ноября же не знаете погоды. Как вы можете утверждать, до 15 ноября, не зная прогноз погоды? Есть же технологический процесс, который позволяет. Да. Не свыше там... Не меньше 5 градусов. 5 или 8? 5-8. Не, не, плюс 5. 5-8. Так что? Стараемся успеть. Не, не постараемся. Мне четко сейчас нужно узнать, чтобы принять решение. Выполним. Подключить кого-то уже дополнительно, потому что меня интересуют результаты. Мне ваше старание уже мало интересует. Игорь Викторович, политика предприятия с собственными силами выполнять объекты. С собственными силами? А политика бюджета какова? Вас оставляют, чтобы собственными силами или финансировать? Это же... Вы же выиграли конкурс по этому объекту. Ну да. Осознанно взяли на себя обязательства, чтобы сдать в срок. Мы их выполним, Игорь Викторович. Мы их выполнили. Сколько бригад работает сейчас? Одна сегодня. И как? Вот этими темпами вы хотите успеть в этом году? Параллельно идет заготовка материалов. Завозим щебень на базу. Это тоже попутная работа. Большими машинами завозим так, как тут некось. Хорошо. Это влияет на трудоспособность бригад. Сколько здесь вообще должно быть задействовано бригад? До восьми человек. Тут достаточно больше. Тут больше механизации. Больше механизации? Где ваша механизация? Один на этот, один на этот и второй на погрузке материала. На два. На флотирование. А здесь когда он будет привлечен? Так он работает, он грузит машину. Здесь только один. Второй где? Ну, второй как бы нет смысла. Технадзор, ваше ведение объективное. Здесь два человека работают. Вообще, конечно, люди нужны. Надо колодец сделать. Здесь есть работа, ливнеприемники заканчивать. Конечно, кроме дорожной одежды. Сейчас они действительно, мы лабораторные испытания сделали. Коэффициент достигнут плотности грунта 1,65. Начали уже, я разрешила им отсыпать здесь материал от возврата старой дороги. 15 сантиметров идет. И затем еще новый щебень 20 сантиметров. Сколько у вас еще в наличии бригады? Где они работают сейчас? Параллельно, чтобы я знал. Ямочный ремонт болгарская для Чебал, по графику. Так. И Колесова тротуар. Так. Карачабана. Карачабана. Это дорожники. Дорожники. Плюс две бригады, ливневка. Так. Дальше. Все? Да. И как вы думаете, с двумя людьми, специалистами и больше вот... Игорь Викторович, вот самая основная была проблема вот с этим вот слоем. Вот как сказала Надежда Степановна. Не, мне проблема уже не интересует. И мне вот от сегодняшнего дня до завершающего этапа мне сейчас интересует вот... До 15-го. Ежедневный отчет, что они делают. Если есть у вас параллельные объекты Мира и Карачабану, то есть надо... И еще параллельно вы говорите про ямочный ремонт и про другие объекты. Значит, надо все-таки резонно составить этот план. Чтобы... Мне нужна объективная информация, если успеваете или нет. Если нет, тогда подключайте подрядчиков, субподрядчиков. Успеваем. Просто перекидываю то, что вам сказали. Я просто, если я позволю... Позволите, я вам объясню. Перекидка, когда идет асфальт, там надо увеличивать количество людей. И поэтому вот эти вот перекидки. Хорошо. Улицу Мирчичалбытрын. Ремонтирует не муниципальное предприятие ДРСУ, а частный подрядчик. Модернизация началась в сентябре. Здесь меняют не только асфальтное покрытие, но и бордюры. Благоустраивают парковочные места. Работы ведутся очень активно. И по словам Игоря Шеремета, результаты уже налицо. Здесь четкие планы. Здесь четкие работы, которые они... Уже ясна картина. Вот, пожалуйста. Сколько мне сейчас осталось? Я об этом говорю. Есть техника. Есть синхронизированный процесс работы. А как бордюры на статографии? Закупили ДРСУ технику. И что? Это ямочным ремонтом прошли. Здесь все от Штефан Чалмари до сих пор. Вот где тот белый бус. Вчера там закончили последнюю ладку ставить. Но планировано всю дорогу туда. Этот перекресток и тот перекресток. До Либертец. Не до Либертец, а до Мира. Нет, Витязл. Витязл до Мира. До Универмата. До? Ну, до Мира, до Универмата. Улица Карачубану в районе вещевого рынка превратилась в долгострой. Ее ремонт начался в 2016 году и его окончанию конца и края не видно. Работы ведет муниципальное предприятие ДРСУ, которое ссылается на сложность объекта и непредвиденные обстоятельства, которые тормозят ремонт. Начиная с разработки проекта, в котором периодически вносили изменения, и кончаясь системой водоотведения, которую прокладывает другой подрядчик, директор ДРСУ говорит, что улицу Карачубану сдадут в эксплуатацию в декабре этого года. Вопрос-то и так же. Если пойдут дожди, все равно будут промежутные дожди, чтобы не посыпались в этом все берега. Поэтому пока приостановили корыто и делаем очистные сооружения пока. И параллельно вот это, в двух сторон. Там очистные сооружения ждем, чтобы приобретем, чтобы быть двусторонним. Скажите, где параллелизация, где водопонижение и какие? Вот это на очистные сооружения, вот это. Ремневка и передачи. Да. Вот это мы сделали. И вот сюда идут на очистные сооружения, который идет в Ревут. Но в Ревут идут через очистные сооружения. А когда начинаете корыто дальше рыть? Ну, это не проблема. Давно надо было начать. Давно надо было начать. Посыпется, потому что мы по этому. Я вот сегодня утром все-таки... Смысла нет, когда вырывать корыто. Это делается очень быстро, потому что пойдут дожди и все это затопится. А вы знаете, что мы можем наткнуться на недостигнутый коэффициент плотности корыто? И, может быть, придется выбирать еще этот грунт и завозить плотный грунт. За сколько они выкопили эту корыто? Ну, вот мне понять, понимаете... Не, ну я... Хорошо, если остается 275 метров и 50 метров в день мы будем делать. Вот примерно ориентировочно сколько нам осталось сюда... Так, пять дней выкопать корыто, да? Потом по технологии какой есть следующее данное? Лабораторные испытания взяли на коэффициент плотности, если он достигнут... Сколько времени? За неделю берут лабораторию, неделю лабораторную лабораторию. Это все зависит от того, как укатается... Ну, давайте худший сценарий, чтобы мы просчитали крайние сроки. Выкопали, уплотнили, взяли лабораторные испытания, это неделю затратится. Если достигнуть коэффициент плотности, начинаем отсыпать песок, щебель. Ну, это за сколько можно? Опять уплотняется все. И если, как говорила Надежда Степановна, вдруг окажется, что грунт не готов, придется выбирать и добавлять... Грунт завозить, уплотнять. Ну, это в худшем... В худшем... В худшем две недели. Так вот почему я говорю, что... Две недели? Да. Поэтому... Если сегодня начать. Да. Две недели. Две недели. Это получается у нас сегодня какое число? Сегодня третий. Второе? Третье. Третье. Две недели, где-то 17-го. Семнадцатого. Потом, 17-го, после вот этих этапов, какие работы должны еще осуществиться в нормальном темпе, чтобы мы до конца октября, начало ноября уже... Защебнение дороги. Защебнение. Песок, щебень, это конструкция дороги. А потом проложить асфальт. А потом асфальт. Постановка бордюров. Бордюры устанавливаем. Постановка бордюров и асфальт. Так, ну вот в худшем сценарии, сколько это срок сегодняшнего? Я вас спрашиваю сейчас, у вас все нормально, всегда нормально. Два месяца, два мы готовы будем сдачивать. В декабре? Нет, в ноябре. Два месяца, это уже начало декабря? Ну, я даже могу первых числах максимально. То есть, когда будет здесь снег, вы еще будете ложиться в асфальт или что? Я думаю, что это в ноябре закончится. Игорь Шеремет настаивает на том, что в помощь ДРСУ необходимо нанимать частных подрядчиков. Предприятие с трудом справляется с объемом ремонтных работ. Субтитры создавал DimaTorzok